Специалистами по трансляциям, конечно же, у нас в основном были телевизионщики, изначально были телевизионщики. У них многолетний опыт ведения трансляции, у них есть специальные грузовички, которые можно подогнать к месту большого события, крупного события, концерта, выставки, выступлений, конференции, саммита какого-то. Режиссеры расставляют операторов по точкам, в наушники говорят операторам, что снимать, с какого ракурса, и затем режиссер сидит либо в прямом эфире, переключает кнопки, какая камера показывается в данный момент, либо записываются с разных камер видеоряд, и затем он монтируется, если это предполагается задумкой трансляции. Но мы говорим в основном, конечно, сейчас об прямых трансляциях, не потом смонтированных. Технологии сейчас позволяют нам это делать. При этом у нас есть приложение и мобильный интернет, и Wi-Fi, который позволяет нам буквально со смартфона вести трансляцию, и в том числе и использовать вот эти телевизионные все навыки, телевизионный опыт, делать интернет-трансляции уже такого телевизионного качества. Что важно в трансляции? Конечно же, это эффект присутствия. И просто так поставить камеру и снимать, особенно с дрожащей руки, это еще не трансляция. Трансляция должна давать возможность зрителю погрузиться в события, понять, что происходит, увидеть самые яркие моменты, услышать самое интересное, то, что происходит. Поэтому тот человек, который ведет трансляцию, это не штатив, это не человек, который просто держит камеру и ее поворачивает. Смотрите, смотрите, что здесь есть, что здесь происходит. Ведение видеотрансляции предполагает план, предполагает знакомство с тем, что будет происходить на площадке, какие будут события, что будет яркого, что будет динамичного, что стоит показать в этой трансляции. Просто говорящие головы, конечно же, это очень скучная трансляция будет. Поэтому мы выбираем для этого формата события, где есть действия, где есть цвет, где есть пространство, в котором можно двигаться, в котором есть несколько точек, несколько площадок с экспертами, очевидцами или какими-то действующими лицами. Трансляция – это вот такой формат, который позволяет человеку перенестись в то место, пользователю, зрителю вашему, перенестись в то место, где происходит то событие, которому он или она интересуется. Можно посмотреть телевизионные трансляции 50-60-х годов, опыты, когда происходило накопление опыта, что можно было и как можно было бы показывать в телеэкране. Вот эта вот мечта человека – катись-катись яблочко по блюдечку, покажи мне леса и поля. Возможность перенестись, увидеть то, как происходит то или иное событие, вот она реализуется в формате трансляции. Причем вот этот эффект, что то, что я сейчас вижу, происходит в данный момент, это, конечно, магическая совершенно вещь. Если автор трансляции думает, ставит себя на место пользователя, на место зрителя, находит яркие, интересные места, вовремя переводит камеру, либо переключает многокамерную схему, переключает на самое интересное, тем самым удерживая внимание, тем самым показывая лучшее, что есть в этом событии. Далеко не все телевизионщики умеют это делать, то есть это отдельная специализация режиссера трансляций, режиссера прямых эфиров. Поэтому далеко не все тележурналисты, которые работают на сюжетах, на съемках, на монтаже, умеют это делать. Это отдельная специализация, отдельный навык, который есть смысл развивать, если вам такая работа и такой формат интересны.